Золотая маска. Мы ее везли в ручной клади. Естественно, никому не отдавали. Керамическая позолота, 47 фианитов, рубин. Награда весомая во всех смыслах. Хрупкая девушка прикладывает усилия, чтобы держать ее в руках. Говорит, на победу надеялась, но жюри держала интригу до самого конца. Я сидела, и я в этот момент как будто бы ни о чем не думала. У меня просто все внутри замерло. И тут называют мое имя, и вокруг такой ор, потому что вся делегация подскочила, все закричали. Я не могу поверить своему счастью. Вообще счастье для всей труппы случилось еще тогда, когда мюзикл «Капитанская дочка» был номинирован на премию в 10 номинациях. Они долго к этому готовились, много репетировали. Мария в театре уже пять лет. Певицу с консерваторским образованием взял после прослушивания главный режиссер Константин Яковлев. Поверил в нее и ввел сразу в 15 спектаклей. Кстати, путь к «Золотой маске» у актрисы был не самым легким. Еще на репетиции в декабре Мария порвала связку на ноге. Врачи делали все, чтобы репетиции для исполнительницы главной роли не останавливались. Это был некоторый подвиг, конечно, потому что у нас еще, если вы видели декорации, они под наклоном, то есть станок вот немножко вверх. И это было самое сложное, потому что идти вот так очень тяжело и не хромать. Надо было, там я периодически хваталась за своих партнеров, они меня поддерживали. Некоторую хореографию даже Татьяна Безменова специально для меня переделала. Наверное, это все очень справедливо, потому что я сам не знал, как она будет работать. Я уже думал, как-то нужно ей помогать, потому что у нас станок ведь там, да, и она очень часто с него спускается, и я думал, как-то, может быть, ее нужно даже как-то нести, помогать ей как-то. Вот, ну, наверное, вы знаете, какая-то вот магия случилась. Это было волшебно, это было круто. После вручения премии Мария успела за 30 секунд поблагодарить всех причастных к ее победе – коллег, режиссера, маму. Награду теперь ежедневно показывает журналистам. Скоро настанет черед зрителей, только потом маска займет почетное место у актрисы дома. Для меня это настоящее подтверждение моего профессионализма и моих заслуг в этой профессии. И самое главное – это ощущение, что я на своем месте. Кстати, голова от успеха пока не закружилась. Мария обожает свой театр и надеется здесь еще на массу интересных творческих работ. Возможно, и еще не на одну золотую маску. «Верю я, подарит нам судьба, верный знак, добрый знак». Спасибо. Это он, да? Добрый знак? Да, да, да. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. Спасибо.